Сура 53. Звезда. С именем Аллаха Милостивого, Милосердного. Клянусь я Аллах, Звездой, всеми звездами, когда она закатывается, когда звезды исчезают с небосклона, что не заблудился с истинного пути, не является невеждой товарищ, единоплеменник ваш, о Курайшиты, Мухаммад. И не отклонился он, и не таков он, Мухаммад, чтобы говорить по своей прихоти, чего бы это ни касалось. Это Коран, только откровение от Аллаха, которое внушается пророку. Научил его пророка сильной мощью ангел Джибриил, у которого прекрасное сложение, он красив и великолепен. И утвердился, когда он находился на наивысшем горизонте, в том виде, в котором создал его Аллах Всевышний. Потом ангел Джибриил приблизился к Мухаммаду и спустился, став еще ближе. И был он, ангел Джибриил, от пророка на расстоянии двух полетов стрелы и даже еще ближе. И внушил он, Аллах, откровением через ангел Джибриила, своему рабу Мухаммаду то, что внушил. Нечто очень важное и великое, а именно слова Аллаха, Коран. Не солгало сердце ему, пророку, в том, что он видел своими глазами. То, что пророк видел, когда своей душой и телом поднимался на небеса в ночь вознесения, это он видел своими глазами, и он осознавал, что он видит. Неужели вы, о многобожнике, станете спорить с ним, с посланником Аллаха, желая опровергнуть то, что он видел? И видел он, пророк Мухаммад, его, ангела Джибриила, при другом нисхождении ангела, у лотоса, крайнего предела, у огромного дерева, которое над седьмым небом и которое является высшим пределом для тех, кто поднимается с земли и для того, кто нисходит от Аллаха Всевышнего. У него, у того лотоса, находится райский сад, вечного прибежища, который обещан тем, кто остерегался наказания Аллаха. Этот аят указывает на то, что рай находится выше седьмого неба. Также со слов пророка Мухаммада известно, что крышей рая является трон Аллаха Всевышнего, Ибн Аль-Усаймин. И вот покрыло тот лотос по повелению Аллаха то, что покрыло его нечто великолепное, которое никто, кроме Аллаха, не может описать. Не уклонился взор его, пророка Мухаммада, ни налево, ни направо. И не перешел пределы того, что было ему Аллахом повелено увидеть. И действительно, он, пророк, видел в ночь Вознесения величайшие из знамений Господа Своего. Видели ли, знаете ли вы о многобожнике идолов Аль-Лят и Аль-Узу? И еще эту третью, Манат. Неужели вам, о многобожнике, должны быть потомки мужского пола, а ему, Аллаху, вы приписываете женского пола, называя ангелов дочерями Аллаха? Это тогда, в таком случае, несправедливое распределение, так как вы, о многобожнике, приписываете Аллаху то, чего сами себе не желаете, и когда у вас родится дочь, вы стыдитесь этого. Не являются они, эти идолы, ничем иным, кроме как только именами и названиями, которыми назвали их вы, о многобожнике, и ваши отцы, предки. Они в действительности не являются богами. Это просто вы их называете так. Не ниспослал Аллах с ними никакого довода, доказательства, которое бы указывало на то, что многобожники правы. И следуют они, многобожники, в своем поклонении только предположением и тому, к чему склонны души, за своими прихотями, а хотя уже пришло к ним от их Господа руководство, которому призывает и разъясняет пророк Мухаммад. Или разве дается человеку все то, что он пожелает? Разве эти многобожники получат заступничество этих идолов перед Аллахом, как они этого желали бы? А ведь Аллаху принадлежит и вечная жизнь, и первое. Он правит всем и в вечной жизни, и в этом мире. И сколько ангелов в небесах, которые являются почтенными рабами Аллаха, заступничество которых ни от чего вас не избавит. Не будет пользы от их заступничества. Если только не после того, как дозволит Аллах выступить заступником тем, кому он пожелает и соблаговолит, соизволит заступничество тому, кто нуждается в нем. Аллах Всевышний дозволяет заступаться тем, кто приближен к нему, за верующих. Как могут заступаться презренные идолы за многобожников? Поистине те, которые не веруют в вечную жизнь, воскрешение, суд, ад и рай, конечно же называют ангелов так, как называют те, кто женского пола. Многобожники думают, что ангелы являются существами женского пола, и что они якобы дочери Аллаха. И нет у них у многобожников об этом никакого знания, и следуют они только за предположением, а ведь предположение поистине нисколько не заменит даже части истины. Отвернись же от тех, кто отвернулся от нашего напоминания, от Корана, и не желал своими словами и делами ничего, кроме земной жизни. Основной заботой его жизни были мирские ценности. То есть не следуй за такими и не придавай важности их делам. Но нельзя отворачиваться от напоминания, так как напоминание является обязанностью верующих. Ибн Аль-Усимин. Это, то положение, в котором они находятся, предел их знаний и устремлений. Поистине, Господь твой, Он лучше знает тех, кто сбился с Его пути, и Он лучше знает тех, кто пошел верным путем, путем полной покорности Ему, Исламам. И только одному Аллаху принадлежит все, что в небесах, и все, что на земле, чтобы воздал Он по своей справедливости тем, которые совершали плохое, наказанием равным по своей степени тому, что они совершили, и чтобы воздал Он по своей щедрости тем, которые совершали благое, лучшим, многократно увеличив награду за выполненные дела, тем, которые отстраняются от совершения тяжких грехов и мерзостей, еще более тяжких, кроме мелких проступков, которые происходят нечасто. Ведь поистине, Господь твой охватывает прощением, прощает очень много. Это грехи, которые еще более тяжкие, чем тяжкие грехи. Например, прелюбодеяние является одним из тяжких грехов, а прелюбодеяние с женщиной, на которой запрещено жениться, является еще более тяжким грехом. Тафсир ибн аль-Усеймин. Аллах Всевышний прощает их тому, который исполняет свои обязанности перед ним и оставляет то, что он запретил. Тафсир ибн аль-Усеймин. Он лучше всех знает о вас, когда он создал вас, вашего праотца Адама, из земли и когда вы были зародышами в утробах ваших матерей. Не очищайте же самих себя, не хвалитесь своими благими деяниями. Он, Аллах, лучше знает тех из числа своих рабов, кто остерегается наказания, которому он может подвергнуть, сторонясь грехов. Видел ли ты, о пророк, того, кто отвернулся от того, чтобы быть покорным Аллаху, и дал из своего имущества мало, и поскупился? Один из курайшитов по имени Валид ибн Мугира решил принять ислам, а другой курайшит поругал его и сказал, что если он вернется обратно в веру их предков, многобожие, и будет платить ему определенную сумму, то он возьмет на себя грех Валида в день суда. И Валид ибн Мугира согласился на это и начал платить. Но затем он перестал платить. Айсар Ат-Тафасир Абубакр Джазайри Разве у него, у которого поскупился, есть знание о сокровенном, о том, что в день суда грехи одного человека может понести другой, который он видит? Разве ему не было поведано о том, что содержится в свитках пророка Мусы в Торе? И пророка Ибрахима, который полностью выполнил то, что повелел ему Аллах, что не понесет несущая ноши другой, ни на кого не будет возлагаться грех другого. И что человеку воздастся лишь за то, как доброе, так и плохое, что он приобрел усердствие, что усердие его будет увидено в вечной жизни. Затем ему, человеку, будет воздано за его усердие наградой полнейшей. И что Господу твоему, о посланник, конечный предел, окончательный возврат всех творений, которые будет в день суда. И что он, Аллах, тот, который делает так, что человек смеется и плачет, только он дарует радость и дает печаль в этом мире. И что только он, Аллах, делает так, что человек умирает и оживает. И что он создал пару, один мужского пола и другой женского, из капли семенной жидкости, когда она извергается в матку. И что ему, Аллаху, надлежит другое сотворение, воскрешение творений в день суда. И что он, Аллах, обогатил, кого пожелал и даровал удовлетворенность. И что он, Аллах, Господь Сириуса, звезды, которой поклонялись некоторые арабы. И что это он, Аллах, погубил, наслав жестокое наказание первых, прежних аддитов, народ, которому был послан пророк Худ. И самудян, народ, которому был послан пророк Салих. И не оставил он из них никого. И он погубил народ пророка Нуха еще раньше, прежде народов Худа и Салиха. Ведь поистине, они, погубленные народы, были более притесняющими в своем неверии и более выходящими за пределы, в ослушании Аллаха, чем мекканские многобожники. И перевернутые селения, где жил народ пророка Лута, он сбросил, подняв на небо. И покрыло их, селения которых увещевал пророк Лут, то, что покрыло, камни в огромном количестве. И в каком же благодеянии Господа твоего, о человек, ты сомневаешься? Этот пророк, Мухаммад, такой же увещеватель, как и увещеватель из числа первых увещевателей, прежних пророков. И вот уже приблизилась наступающий день суда. Нет для него удерживающего его наступления и знающего о том, когда он наступит, никого, кроме Аллаха. Неужели же вы, о неверующие, удивляетесь этому рассказу, истинности Корана? И смеетесь над Кораном, а не плачете, боясь того наказания, что обещано в нем? И продолжаете быть надменными. Так падите жениц пред Аллахом в своих молитвах и служите и поклоняйтесь только Ему одному.